На меня вышел один человек, и разговор не заводился, а у него все переворачивается. Я говорю, у вас что там, компьютер нет? Да это она с телефона. Ну ни его не видно, ни меня не видно, и как-то все так пошло. Он говорит, я казах в Америке, я фамилию его еще не помню где-то. Ну я говорю, вы тогда найдите хороший компьютер, разговор по-хорошему пошел. А потом ему я говорю, вы только смотрите, когда будете заходить, просто раз он появился вдруг, не заходите так. Сначала напишите, вот скайп идет, а под ним, когда можно зайти там, или свободно, не свободно. Никаких раз в комнату стучится, а я занимаюсь, у меня гости или молитва в это время. То есть у меня свои дела есть. Он как будто этого не слышит. И дальше он начал меня бомбардировать, я уже сейчас считаю, где-то 19 звонков сделал. Они идут, 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 там где-то. Я прихожу с улицы, а тут столько уже звонков, то есть он звонит. Я откликнулся, он опять вышел, опять на этом телефоне, а до этого сказал, я тогда пойду к знакомому или куда-то, я сейчас покажу, как это было. И там, ну оттуда выйду на меня. И вот нарушает это, а для меня если он нарушает человек вот это, вот я вижу, за этим что-то стоит. Тем более он не православный, и так настойчиво, лезьте звонки за звонком. Я только уйду, прихожу, а тут куча навалена уже, о его обращении. Это вот я даже покажу сейчас. Вот, видишь. Игнать, натихничь. У вас не видно, вот. Опять, да? Вы опять с телефона, наверное? Ну да, это мне не, это самое, сейчас я включу, что получится у меня. Нет, это не получится, она все время вырубается у вас, уже видно. Да? Вы меня не видите, я вас не вижу. Ясно. Надо же, надо мне, надо к человеку, наверное, поехать, да, это самое, сейчас. Так, я говорил, что если нужда будет какая, вы тогда сначала напишите. Вы ничего не написали, я вам не ответил. И вы заходите, я же занятый. А, ну тогда если занят, то я вас отпущу. Так не надо отпускать, просто надо придерживаться то, что я говорю. У меня же порядок особый. У меня есть же там гости. И в это время звонок я прерываю занятия. А, ясно. Ну если вы и заняты, то я вас отпущу туда уже. Игнать, атихничь. То есть видите, как вот, ничего этого нет, это никакой не ролик, а вот это. И опять же, я отпущу. Говорит по-русски чисто, он казах. Он даже не слышит, что я ему сказал, что он не надо, он меня отпустит. Вроде бы я сейчас там обязан уже. И вот эта вот настойчивость, тем более не православная, я знаю, за этим что-то есть. Какая-то неприятность. Вот я поэтому ролик сам выставляю. Обычно там где-то кто-то модератор, администрация ставит. А это срочно я ставлю. Ко мне больше подходить не надо. Не надо. Явно дело, что мы очень разные, и я вам не нужен. Зачем я вам нужен? Выходить не на чем. Я скинул материал ему весь. А материал я всем скидываю один. Вот он, сайт наш. Заходите на наш сайт. Вот он как, смотри какой. Мой мир. Тут 20 552 наших фото. Наш аудиоархив. Новый сайт. Вконтакте. Форум. Вот здесь неправильно, 1592, а это уже 1602. Темы, темы. Дальше. Вот новое сообщение. Наш видеоканал. Здесь более 5800 наших видеороликов на 17 октября 2016 года. Это не простой сайт, а благовестие. Значит, благословил Бог. Ну и дальше, что Господь говорит о благовестии. Благословил правящий архиерея, мой родной брат Протеерея. Нашим сайтом, сокровищем пользуется в монастырях архиерея. По всему миру там разное. Батюшки. Если вы оценили его, то не могли бы его помочь, чтобы другие могли знать о нем и бесплатно насыщаться, и утолить духовный свой голод. Мы строим... Вот дальше. Какие книги насчитанные мной? Аудио есть. Представь, сколько есть. Я член Хрестовозвиженской общины. Вот сколько, какие ответы. Что? Я чтец. Господь что сказал на нашем сайте, форуме, живой журнал. Ну и так дальше. Вот где, смотрите. История нашей общины. Что где обо мне? Ну вот выше этого чего еще можно? Зачем? Я не нужен. И вот такое вот настойчивое, когда, несмотря на мое предупреждение, лезет, это уже закрытая тема. Человека я просто уже не желаю. Я знаю, что ничего, ничего путного там не может быть. Тем более, это отрывок из разговора. Да, это он заходил где-то, видно, неправославный. Православный всегда говорит, я православный. А эти начинают спрятаться и говорить так. Я просто других через это оповещаю. Прислушайтесь, что говорим. Зачем я вам нужен? Я вам скидываю материал, где вы все найдете. Там не в 20, 30, тысячу раз больше узнаете, чем в приличном общении. Тем более, ну, никогда друг друга не знали. Зачем себя обременять? Другое дело, если вы уже это все знали, и вам отдельный вопрос нужно задать где-то, тогда я отвечу. У меня времени-то нету, нету, потому что мне уже 78-й год. Во-первых, времени вообще нету, и другое, я очень занят. Я нахожу себе, находясь на пенсии, непрерывную работу. Тот заряд, который я получил, огонь зажег во мне Господь 54 года назад, он во мне не погас. Все на этом. Благодарю. Посмотри. Ну, и всегда заканчивает, вон, надпись вверху. Смотри, где ты спишь. Давай сюда.